Это только на рекламных плакатах. Румяные семьи держатся за руки и улыбаются. Нет, в жизни тоже так случается, но не часто. Гораздо чаще приходится решать бытовые вопросы, распределять обязанности и ссориться. Я была в обиде. Ну, правда, накосячила, но согласен. Так, 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 вот об этом поподробнее. Точка невозврата уже достигнута. Так, что сказала Аня, что услышала я. Это разные вещи. Теперь я жду новое платье, новый утюг. Зачем ты делаешь мне больно? До какой степени гнева вы способны дойти? Ты обиделась? Вот, все, уже достаточно. Мне это стыдно, я прошу прощения. Мне не страшно, скажем так, показаться слабым перед своей женой. Наверняка вы в жизни сталкивались с приятными парами, красивыми и уверенными, которые явно довольны друг другом и часто проводят время вместе. В этот момент внутри шевелилась зависть. Похоже, эти счастливчики никогда не ссорятся. Сейчас мы с вами все узнаем. Вот скажите честно, когда вы ссорились в последний раз? Сегодня утром. Как это было? Я была в обиде. Как это было? Как всегда нужен повод, за которым обычно стоит много недовольства, которое не было высказано. У нас есть обязанности в семье распределенные. И за супругом моим закреплена обязанность чистить утюг, которым, собственно, пользуется. Я его не почистил вовремя. И поэтому я сегодня в другом платье, а не в том, в котором хотела. Много ли времени у вас ушло на ссору? Я высказалась, что я о нем думаю по этому поводу. И как я обижена и разозлена на то, что мое новое платье испорчено. Прямо испорчено? Я еще не знаю. А я очень сочувствую. Ну, в общем, я сказала все, что я думаю про этот утюг. А в каких выражениях можно узнать? Корректных. В корректных. В корректных, то есть, ну, это было громко. Вот, и теперь я жду новое платье и новый утюг. Ну, скорее всего, да. Придется покупать новое платье и, скорее всего, новый утюг точно. Вы спрашивали по времени, сколько заняла ссора. Ну, не знаю, по моему ощущению, секунд 15. Ну, вот, наверное. То есть вы способны за 15 секунд решить этот вопрос? Ну, сказали. Решите вопрос, да. Эмоции укладываются дольше, естественно. Я хочу все-таки узнать, что сказала Аня. Конкретно. Я тебя просила почистить утюг, ты его не почистил. Вот теперь у меня нет платья. Ну, что-то вроде этого. Но это я услышал. Это было обидно? Скажем так, что сказала Аня, что услышал я. Это разные вещи? Да, всегда. Это всегда разные вещи. То есть, то, что говорит один человек и слышит другое, это всегда разные вещи. Ну, я почувствую вины. Ну, правда, накосячил. Ну, согласен. То есть не было протеста? Ну, обидно. Ну, то, что у жены нет платья теперь. Она хотела так долго в нем пойти. Она его там долго выбирала, показывала. Вот. Но не пошла в нем. Ну, как бы... Ну, что я сейчас уже сделаю? Уже все свершилось. Зачем в этом залипать? То есть это не проблема, а расходы? Ну, да. Ну, платье тоже расходы. Ну, конечно, что-то такое же можно купить, я думаю. Видимо, да. Видимо, да. Ну, все. Андрей и Настя, теперь мы ждем откровений от вас. Когда вы ссорились в последний раз? Ну, опять же, тут что называть ссорой, наверное, в таком классическом варианте достаточно давно. А в понимании такой повышенной раздражительности, ну, может быть, пару недель тому назад, когда как-то, ну, очень много дел было, все усталые, все замученные, Настя там с тремя детьми, соответственно, дома, я после работы поздно вечером, и уже у меня какие-то свои ожидания, как там вечер можно, так сказать, провести. У Насти было свое представление, и немножко рассинхронизировались, как бы, элемент такого раздражения, но, опять же, без грубости, без оскорблений. У нас, в принципе, всегда, как бы, ни разу в жизни друг друга, как бы, не оскорбляли даже, ни одним словом. Как-то так. Ну, я-то считаю, что у нас был вчера, например, момент, когда мы с Андреем немножко, так сказать, не сошлись в понимании этого. Андрей пришел вчера с работы, поздно, уставший. Ну, в принципе, та же самая ситуация, о которой Андрей рассказывает. Только для меня она была не две недели назад, а была буквально вчера вечером. Андрей ее не забил. У меня сил было, у меня просто не было силы, я в 6.30 как бы встала на работу, в 8 поехала, а в 9 вечера, или во сколько, там, вернулся. Ну, да, уже в 10. В таком размахе у меня психика, просто что-то происходит, у меня тут счета какие-то, вот это, вот это, вот, ну, помоги мне, просто у меня уже, как бы, ну, голова не работала, поэтому, может быть, что-то такое вчера и происходило. Ну, а у нас дети, как бы, некоторые перебаливают, некоторые там тоже в непонятном состоянии, и мне тоже хочется вечером как-то разгрузиться. В душ сходить, Настя, правда же? В душ сходить, это хорошо, если тебе никто не ломится в дверь, не говорит, мама, мама, через каждые три минуты, три минуты, это хорошо, да, там еще может кто-то лежать под этой, под дверью и просто рыдать, при этом, при всем, ну, просто хотя бы в тишине посидеть и где-нибудь в кладовочке. Ну, самое главное, конечно, это, вот, у нас так в семье, постараться просто вовремя, как бы, понять друг друга, потому что понятно, что я устала сильно за день, Андрей сильно устал за день, мне тяжело, ему тяжело, я могу, конечно, там, что-нибудь поворчать, походить, там, типа, вот, мне тяжело, ты должен меня поддержать, там, туда-сюда, Андрей говорит, ну, мне же тоже, как бы, нужен отдых, там, давай, ну, и какое-то время проходит, там, например, там, 5-10 минут, я, там, себя ухожу, обдумываю это все, перевариваю, понимаю, как бы, что, ну, как сказать, точка невозврата уже достигнута, я уже поворчала, надо теперь, как бы, ну, настраивать вот эту всю ситуацию, чтобы в доме был уют, гармония, как бы, дружба и благодать. Ну, и Андрей какое-то время проходит, он включается потом, он говорит, так, все, там, дети, давайте переключаемся на меня, там, кому сказки, кому зубы чистить, там, мама пойдет там отдыхать. Ну, а тут есть такая беда, что дети-то, они, по большей части, привыкли к маме, потому что мама постоянно с ними, и тут скажут, не хочу твою сказку, да, хочу с мамой, там, типа, папа, там, отойди, я вот хочу, чтобы обязательно мама мне сегодня рассказала, а не ты. И какое-то время требуется еще как-то, ну, придумать, там, театр теней, еще что-нибудь, то есть больше, как бы, таких энергозатрат, поэтому, конечно, какое-то время, да, вот, чтобы от ванны оттащить кричащего ребенка, как бы, этого требуется мне еще, как бы, в себя прийти немножко, как бы, уже дойти до этого ребенка и начать предпринимать какие-то действия. Сложно ли включиться и встать на сторону другого человека, который просит о помощи или устал? А, смотря, какая ситуация, если какая-то острая ситуация, ну, например, там, кому-то, вот, вот, например, у меня так в психике работает, если я вижу, что Андрей, например, заболел или ему плохо, я, у меня сразу моментальное включение идет, то есть я понимаю, так, все, вот, все свои заботы, капризы, там, вся моя усталость, она может сойти на нет, у меня может бодрость появиться, там, желание жить, мотивация, там, все такое. Меня это пугает даже иногда, что такое мотивация, да, да, да. Главное, чтобы там все с Андреем было хорошо, все нормально, как бы, а если... Потому что я редко в уныние впадаю в какое-то состояние, но если я впадаю, это, как бы, уже, как бы, вызывает такую реакцию Насте, потому что это крайне редко происходит, но когда происходит, это уже полная мобилизация, как говорится. Тут логично задать вопрос, а когда Настя заболевает, она получает такую же заботу, уход и такой же выплеск энергии от вас, Андрей? Нет, ну, конечно, я сразу же мобилизуюсь, получаю, там, заказ на те препараты, которые нужны, максимально четко строю логистику, чтобы быстрее добраться до дома, если это критическое состояние, отменяю, там, вечерние дела, но, наверное, вот, измерить такую же включенность, как у Насти, наверное, нет. Настя, это получается, как бы, у нее такой вот режим заботы, защиты, избережения меня, наверное, повыше. Но на уровне рациональном, мужском, как бы, я считаю, что я свою функцию в этом плане выполняю четко и быстро. Мы сейчас у Насти узнаем, выполняет? Ну, Андрей, да, он включается, то есть, ну, у него, может быть, нет такой, только такого бодрости, подъема, энтузиазма, как у меня, то есть, ну, я не знаю, может быть, у меня просто, как бы, ну, характер сам по себе такой, что я могу переключиться, как бы, и сесть на коня, и там, атаман поскакал. У Андрея, как бы, ну, он поспокойнее ко всему относится, да, он там сразу может организовать все, ну, как бы, со мужской стороны, то есть, там, детей там занять, мультики включить, этому там то дать, этому все дать, покормить, там, туда-сюда, все, всех распределить, маму не трогать. Мне кажется, что это одна из распространенных вообще проблем российских семей, что если что-то случается с мужем, жена включается на 180 процентов. Если вдруг что-то случается с женой, то она не получает адекватной заботы. Нет, вот в этом плане Андрей молодец, как бы, вот, я, ну, прям, чисто благодарна ему. У нас нет такого, что, типа, я вот женщина, я, там, должна, там, на себе, там, дом вкалывать, все, там, нет, мы стараемся, как бы, ну, действительно, пускай это, как бы, может быть, там, немножко идеалистично звучит, но мы стараемся немножко распределять, как бы, все равно вот эти вот обязанности, и также и поддерживать друг друга, ну, потому что у нас есть общая семейная философия, у нас есть общее, как бы, такое космическое понимание жизни, и, наверное, нас это держит, друг друга поддерживает. Космическое понимание жизни? Ну, да, такая общая философия, общая существования, скажем так. Существование назначать, так сказать, когда мы на дне рождения друга обсуждали космизм Константина Ивановича Солковского, да, о том, что мы все на атом распадемся, а потом соберемся в более идеальном мире. И вы сами захотели состоять из более, так сказать, идеальных атомов в результате? Ну, смысл, наверное, не только в этом, но в принципе, да, то есть мы движемся к чему-то лучше, мы работаем над собой, и глупо в этом вопросе, как бы, ну, давать слабину, и я психологии даже больше благодарен не то, что это, как бы, моя профессия, мое развитие, а то, что, как мне психология вообще в жизни помогла. Андрей, а вот вы сталкивались с тем, что психология на работе – это одно, а когда происходит конфликт в семье и касается именно тебя, то все работает совсем по-другому. Да нет, на самом деле не хочется быть сапожником без сапог и, как бы, наступать на достаточно понятные простые грабли и всегда, наверное, все вот эти вот простые законы, что нужно, там, переждать, там, да, там, ну, постараться, да, принять ситуацию, пересмотреть, попросить прощения, если в какой-то момент, там, все-таки излишние эмоции проявил, если какую-то раздражительность, да, такую, может быть, эмоциональную агрессию в каком-то объеме. Вы можете попросить друг у друга попрощения? Практически сразу же, то есть они… А кто первый? Обычно я, наверное. По-разному, мне кажется. Нет, ну, то, что Андрей чаще бывает просит, ну, как бы… Больше костяче, да, 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 да. Андрей, он занимается с детьми, ведет как психолог детей, подростков, ну, дома со своими детьми иногда сложно перестроиться. Я говорю, там, давай мы, там, не будем мультики смотреть, займи их чем-нибудь другим. Или, там, Василиса ходит, папа, поиграй со мной в шахматы. А там, или, там, Тихон, папа, давай, там, мы с тобой поиграем в шашки. Андрею, например, сложно сразу перестроиться. У меня сразу, там, ну, почему ты, там, не можешь, там, вот, там, со своими, там, ребятишками, как бы, как-то организоваться, в общем, да. Да, Настя, вы часто Андрею выкатываете такие претензии? Ну, не то, что я не сказала, прям часто, потому что у Андрея, во-первых, времени на это не так много. Вот, ну, когда время появляется, я, да, вот, как бы, ну, достаточно… Ну, это бывает обидно, что вот он посторонним детям помогает, а со своими, собственно, не может в шашки, условно, поиграть. Бывает, но Андрей компенсирует это. В шашки, например, у меня нет желания играть сейчас в шашки, но я могу сейчас пойти с вами пойти погулять. Если дети все здоровы, он их всех собирает, они еще собирают, всех собирают, берет всех в охапку и пошел с ними гулять. Они нагуляются, нарадуются, там, снегу накопаются, наковыряются, я в это время дома отдохну, как бы, ну, он довольный, дети счастливые, и мне хорошо. Настя, а у вас не бывает протеста по этому поводу, когда вы хотите, чтобы Андрей помог одним способом, а он помогает совсем своим? Я знаю, что это распространенная история, когда вот женщина считает, что нужно сделать так, а у мужчины совершенно свое видение, он не против помочь, но он сделает что-то совершенно другое. В начале наших отношений мы вот этот вопрос между собой уже отрегулировали в плане того, что Андрей мне сразу сказал, четко и понятно. Он сказал, вот тебе что-то нужно, говори мне, что тебе надо. Я как бы не телепат, я не буду там догадываться, что тебе там надо вот это сделать или вот то. Ну, в течение жизни у меня, конечно, бывает так проявляется, что типа, ну, неужели ты не понимаешь, что можно было посуду там помыть, пока меня дома не было? Так, 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 вот об этом поподробнее. Андрей, неужели вы не догадываетесь? Ну, не догадываюсь, догадываюсь, конечно. Когда посуда стоит грязная в ракамине. У меня включается какое-то другое приоритетное дело, там что-то дописать, кому-то ответить, там все-таки творчество хочется, так сказать, возобновить свое, и в какой-то момент это в сознании теряется, как-то, ну, это потом, 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 а тут Настя уже пришла, а помимо посуды там дети весь дом перевернули, еще что-нибудь, ну, и как-то действительно в этот момент становится стыдно, и... И вот вступает момент прощения. Да, вступает момент, да, просить прощения, по сути, да. Самое мудрое даже, да. Еще раз задам тот же самый вопрос. Мужчины действительно не могут догадываться о том, что нужно женщине рядом. Вообще зачем догадываться? Ну, почему нужно догадываться? Я вот этого не очень могу понять. То есть, если что-то человеку нужно, взрослому человеку, ну, по мне, он должен просто об этом сказать. А вам хочется, чтобы Гриша догадался? На заре нашей семейной жизни хотелось. Ну, я, наверное, достаточно быстро приняла и поняла то, что, ну, хочешь, попроси. Вот это сколько времени ушло на осознание этого простого, такого важного факта? Ну, достаточно, на самом деле. Вот мы 19 лет уже в браке. Мне кажется, лет 7, как минимум. То есть, прилично я там так дула губки, обижалась, что ну как так, да. Вот у нас в семье как-то вот у него... У меня тактика, у него стратегия. Как-то вот обязанности у нас сами собой распределились в самом начале. Ну, потом мы, наверное, думаю, как минимум пару раз пересобрались из неидеальных атомов в идеальные. В более идеальные. В более идеальные, да. Для того, чтобы продолжать быть вместе. А вообще такой вопрос когда-нибудь стоял? Что вот у нас настолько всё конфликтно, что, может быть, нам не очень комфортно вместе. Вот сейчас я уже так думаю, что, скорее всего, стоял, но на тот момент мы не признавались сами себе, что вот прям... Но при этом мы когда только вот поженились, никогда у нас не было иллюзий, что вот мы там с тобой будем всю жизнь вместе. Мы сразу решили, слушай, бывает всякое, давай, если что, постараемся остаться людьми в этой ситуации. У нас все наши знакомые удивлялись, что вы только поженились, вы допускаете, что у вас может быть развод. Мы такие, ну как бы, да. Мы сейчас допускаем, что, возможно, что-то такое произойдёт в нашей жизни. Это не мешает при этом строить какие-то эффективные гармоничные отношения? По-моему, это часть эффективных гармоничных отношений. Да, допускать, что может вообще-то всё, что угодно случиться. Мы можем изменить отношения друг к другу, да. Мы можем... Ну, есть вещи, которые невозможно изменить, да. Да, потому что у нас есть дети. То есть родители мы на всю жизнь. Да, мы на всю жизнь. Как там этот... Муж – это временно, бывший муж навсегда. Как этот взгляд помогает вам строить ваше сегодня? Это помогает понимать, что рядом с тобой просто человек, у которого есть свои косяки, есть свои тараканы в голове, есть своя усталость, есть свои желания, есть свои секреты даже, есть то, что он не хочет рассказывать, возможно. Аня, можно пример, то есть о чём раньше вы считали, что Григорий должен догадываться и о чём сейчас научились спросить? Вот самое первое, на что я помню, обижалась раньше, когда мы были такой совсем уж молодой семьёй, это вот в плане отвезти меня куда-нибудь. Я прям считала, что вот по умолчанию, если я сказала, что мне надо сегодня, там, не знаю, к трём часам с детьми в больницу, он должен подорваться и сказать «всё-всё-всё, я везу». И, соответственно, если там оказывались какие-то дела на фирме, по работе, я обижалась страшно. То есть мне казалось, что ему это выражалось. Пилило, наверное. Я пилила? Нет, ты особо никогда не пилила, да, вот именно вот эту историю. Ну, наверное, у меня было такое выражение лица говорящего. А может быть, Григорий даже не замечал. Мне кажется, может быть, вы обижались и жили в этой обиде несколько дней, а Григорий даже обижалась красиво, как я считала. Нет, некрасиво, информативно, вот. Я эмоционально очень чувствительный, да, то есть я чувствую эмоции у других людей. И настолько, что я их даже блокирую, в общем-то, что стараюсь не воспринимать. Вот. От этого иногда кажется, что я, наоборот, бесчувственный, да, я просто вот именно стараюсь не участвовать в этом. А когда близкий человек, да, там, мне достаточно просто было по голосу в телефоне, да, все, я уже все знаю, мне не нужно дальше там каких-то, почему что-то показывать. Ты обиделась? Нет. Да, 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 просто ты обиделась, вот, и, все, уже достаточно, в общем-то, даже говорить уже ничего не нужно. Вот. А это помогает такое поведение? Хочется измениться и стать лучше, и в следующий раз отвезти молодую маму с ребенком в поликлинику? А вот тут две разные вещи. Хочется отвезти и помогает. Вот это вот... Отвезти-то всегда хочется. Отвезти хочется, но это не помогает строить отношения, потому что, ну, это какие-то, ну, это ж не взрослые. Это детский сад. Какой-то детский сад, да. Я обиделась о это. А я всегда был достаточно тупой в этом плане. Ну, вот, я никогда намеков не понимал. Вот, с девушками, когда встречался, я не понимал намеков. Я не знал, что с ними делать вообще. Ну, Гриша, он из тех мужчин, которые... Ну, дорогая, я же тебе когда-то замуж-то звала, сказал, что тебя люблю. Ну, как бы, что изменилось? Ничего не поменялось. Я это и скажу. Да, да, изменится. А, то есть, вот это так и было, что вот я тебе тут маякнул, я тебе обозначил свою симпатию, выберешь – молодец. Ну, в итоге выбрала. Давайте вернемся к темам ссор. Есть ли у вас в этом смысле какие-то табу? Вот даже обидевшись на другого человека, даже разозлившись, чего вы не сделаете никогда? Мы точно договаривались не орать. Потому что вот как-то в моей семье вот этот повышенный тон... У меня Гриша, когда мы стали жить вместе, он смотрел, говорит, я не пойму, что у вас все орут? В принципе, громко разговаривают, громко предъявляют претензии. Вот его было условие – не ори. Для меня это было – я ору, да ладно, я не ору, это я просто такая громкая. Да неправда, нет, на самом деле, действительно, я сейчас так вспоминаю – да, орала. Изменить же это очень сложно. Изменить сложно, но это же хотеть надо изменить, а когда хочешь, меняются и все. И как? Как на это можно повлиять? На собственный повышенный тон? Ну, как методом Екатерины Второй. Набрала в рот воды и сочетала до 10. Механизм развития навыка один и тот же. Сначала заметила через 15 минут, нет, сначала заметила, что наорала по обратной связи, потом заметила через 10 минут, как наорала, потом через 5, потом во время. И уже такая, ой, а что это я, да? А потом уже как бы задумываешься. Ну, я знаю, что, ну, унижать другого человека, да, оскорблять, унижать, можно же психологически давить очень сильно и очень больно, да. Вот тут у меня была чувствительность такая. Ну, этого никогда не допускали, то есть, ну, отдельно. А, ну, плюс оскорбление. Оскорбление, то есть, вот эти вот вещи. Нет, недопустимо. Это изначально было неприемлемо. Нет. Ну, этого нету в моей картине мира, поэтому для меня это неприемлемо, когда я с этим сталкиваюсь вот так вот на улице, да, или где-то там вот в семье каких-то. Ну, то есть хамство какое-то. То есть, мне, как это? Что происходит? Что вообще? Хорошо, а вот эти бытовые замечания не туда положила или положил, не так приготовила или там не так приготовил, что-то там не помыл грязное, не туда поставил. Невозможно прожить с человеком много лет и чтобы вот всегда все было так. Абсолютно. Мне просто пофиг, где это лежит, как это приготовлено, что там постирано, не постирано. Ну, мне тут повезло. То есть, ну, там носки не постирано, ну, окей, выберли с корзины, постирал сам там это. Или просто какие-то посвежения. Тут само собой как-то у нас получилось. Вот тут нас миновала вот эта история. Кстати, Андрей и Григорий, хочу узнать, вот вы, например, считаете, что ваши супруги должны вас как-то обслуживать? Есть вещи, которые в семье не согласуются, то есть договариваемся, распределяем роли. А есть какие-то обязанности, которые они просто, ну, как-то вот сами распределяются. Кто там, как бы, стратегические задачи, кто экономику, кто какие бытовые вопросы. Вот в бытовых вопросах, да, там есть как бы моменты, которые можно, как мы уже до этого говорили, там переключаться, проявлять инициативу, что-то брать на себя. Но в целом такие вопросы, они никогда тоже, ну, хотелось бы что-то рассказать. Я вот сидел такой, думал, а что рассказать там, а вот, может быть, там, так сказать, там, что-то не там лежит. Да нет такого. Нет, у нас бывает, что Аня уберется, вот, и что-то мою вещь какую-то куда-нибудь уберет. И потом сама забудет, куда. Ну, это редко. Чаще всего, я говорю, ты спроси, я тебе покажу, где. Я вот хожу, а у меня, в общем-то, вещи, которые передвинули, они у меня пропадают из моего поля зрения, и я начинаю их искать. То есть я могу бросить вещь, да, но потом ее там же взять. Вот. Ну, если ее кто-то потрогал, передвинул, то я могу ее просто не найти уже больше. Раньше у меня все валялось со своих местах, а теперь аккуратно лежит, непонятно где. Ну, что, ну, побесишься, да, то есть это раздражает, да, это как бы там вызывает какой-то гнев, вызывает этот. Вот, но вещь нашел. До какой степени гнева вы способны дойти? Ну, чтобы... До какой, не знаю, ну, до обычных, ну, как бы, бить я никого не... А какие стадии? А не кричать нельзя, а Григорию можно? Да он вообще не кричит. А как он тогда выражает свой гнев? Лицо. Бубнит. Бубнит. Я бубнить хочу, ну, хочу варить, бубни. А как, когда Аня понимает, что он в гневе... А зачем ей понимать, я же не для нее это делаю, она здесь при чем? Вот, то, что меня это раздражает. Нет, я обычно, если я вижу, когда он начинает ходить, я говорю, ты что-то ищешь. Но опять, это я точно знаю, что, наверное, я убралась тут недавно. Вот, ну, как-то, не знаю, по косвенным признакам. По косвенным признакам. По выражению лица, там, не знаю, по движению ушей. Ну, а потом вещь нашли, ну, и все, ну, отлично дальше. Ну, как бы, да. То есть вопрос не в том, что какие эмоции мы испытываем, да, или там гневаемся мы там, злимся, конфликтуем, да, там. Ну, платье портим мною. Вопрос в чем? Вопрос, залипаем ли мы в этом или нет. Ну, то есть, несем ли мы это дальше. Кстати, можно сохранять все вот это вот, да, каждую вот эту вот фигню, которая там произошла, можно сохранять и с собой носить постоянно. И потом при случае вывалить все и сказать что-то, а помнишь. А вот еще, ты, три года назад. Да, да. А можно сразу вопрос решить и не носить с собой все что-то. Ну, когда-то и такое было. Ну, да, было такое. То есть, это эволюция, в общем-то, личностей, наверное. Ну, вот, то есть, я... Эволюция брака нашего. Ну, почему же, семейная вот эта история. Семейная, ну, совместно. Тут нужно иметь энергию, свободную энергию. А когда дел много, занятость большая, много детей, это свободной энергии как бы нет. И если даже какой-то такой помысел, возбуждение возникает, потом просто подумаешь, а надо тебе на эту энергию тратить и себя, так сказать, отравлять своим бубняжом, так сказать. И супруги тоже делать. Потому что у меня, в принципе, похожая реакция. Я тоже могу начать ворчать, что-то там, придираться к деталям, что вот так, а почему мы не подумаем, а можем было там предусмотреть что-то. Ну, а потом думаешь, а зачем все это, жалко. У меня философия пофигизма включается. Да ладно, это все ерунда, переживем, чего ты тут, давай не будем на это там. В новом сарае и в мятину. В новом сарае и в мятину. Да, поставили новый хозблок, вот тоже такая ситуация была. Ну, может быть, как бы не суперяркая, но тем не менее. Вот поставили новый хозблок, он обшит металлическим профилем вишневым. И ветром стукнула дверь, и ушком от замочка, в общем, сделалась вмятина, появилась в нем. Ну, все, у Андрея катастрофа в новом, в сарае, в мятину. Я говорю, да ты как бы, ну, вообще. Я учусь, я реально учусь. То есть я в какой-то момент понял, насколько я глупо начинаю в себе все это выстраивать, что вот можно же было предусмотреть там какую-нибудь резиночку сверху нацепить там, или дверь же она пошла, можно было прыгнуть и в полете ее поймать. Ну, всякое такое, ну, глупости, по сути. Пытались ли вы когда-нибудь предотвратить конфликты, и насколько это эффективно получается? У нас была интересная ситуация, это замечали даже родные поначалу. Потом она изменилась. То есть в чем была ситуация всегда, что я чем-то недовольна, и я начинаю ходить вот этот бубнеж, 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 бубнеж. Ну, я четко знала, до какого момента надо это делать. То есть когда у Гриши такое каменело лицо, я сразу, вот, у меня включился пофигизм. И все это видели. Я забыл вообще про эту историю. Вот, а сейчас она потому что отпала, уже нет этого. То есть, ну вот, я копила, копила, я начинала нагнетать, нагнетать. Вот это все последний, сейчас еще до того момента, как он рванет. Потому что Гриша на тот момент был из тех людей, которые, ну, вот, лучше бы чтобы не рвануло. И я не знаю, как оно рванет-то на самом деле, потому что я всегда останавливалась. Но потом и этот вот способ, я даже не знаю, решения конфликтов, манипуляции, он отпал, потому что он непродуктивен. А какой способ продуктивен? Вот у нас тут повышенная концентрация психологов на один квадратный метр. Наверное, вы что-то все-таки знаете. Когда я теряю какую-то осознанность и начинаю там ворчать, это может уже как-то вылиться в какой-то... Как обычный человек. ...масштабное ворчание. Нормальный. Мне Насте просто объясняет, что вот, ну, зачем? Вот сейчас это будет вот так вот развиваться, придет к тому, что у меня испорчится настроение, там, я в ответ и все. И я прямо вот это четко сразу же осознаю, то есть меня возвращают в реальность. Мне это становится стыдно, я прошу прощения. Вот как обычно оно заканчивается. Мне кажется, самое главное уметь слушать друг друга и слышать. Слушать и слышать, и понимать, как бы, вот человеку он чем-то недоволен. Чем он недоволен? Скажи чем-то ему, ну, как бы, что тебе не нравится. Давай не будем играть догадки, там, типа, а что там ты там думаешь у себя в голове, а давай там я тебе потом попробую, не знаю, там, цветы подарить, там, еще что-то, а вдруг там что-нибудь из этого тебе подойдет. Тебе не нравится это? Давай менять. Давай, вот ты устаешь, например, у нас такая ситуация. Я вот, ну, очень сильно устаю с детьми. Я устаю, я говорю, все, я вот скоро, я зашьюсь уже конкретно. Андрей говорит, давай, говорит, будем придумывать, чем тебе можно переключить, как бы, свое внимание, какой тебе отдых подойдет для того, чтобы тебе можно было как-то там хорошо расслабиться, ты пришла домой и там... Хорошо, что Андрей это слышит. И он признает, что с детьми можно устать, потому что еще не ежит этот общественный этот подход, что, а что там вообще с детьми-то уставать? Просто сидишь дома. Ага, сидишь дома, да. И ничего не делаешь. И что уставать-то? Это я с работы пришел. Ну, наверное, тут такой вопрос уже общегосударственной идеологии, что надо вообще менять понятие института семьи в нашей стране и понятие того, что не только мама должна вкладывать в семью, но и папа должен вкладывать в семью столько же, наверное, сколько и мама. Это тот вклад времени, который, наверное, самый ценный, самый мудрый, наверное, в жизни, который у человека вообще есть. То есть ты вкладываешь в свое будущее, в будущее своего ребенка, в будущее вообще своей огромной семьи, своих потомков и так далее. Для того, чтобы всем это понять, нужно на государственном уровне какие-то такие основы заводить, и чтобы оно пропагандировалось везде. То есть такая социальная какая-то реклама должна быть в том, что там в семье участвуют двое, и мама, и папа. Нужно это на уровне сериалов, фильмов, каких-то документальных передач, еще чего-то, чтобы это было понятие нормы. Потому что если вообще взять какие-то современные сериалы, я не буду сейчас, конечно, даваться какие-то подробности, но там настолько все на уровне каких-то животных инстинктов, на уровне каких-то глупых эмоций, и даже исходя просто из опыта, это где-то интеллектуальный дефект у людей. Они просто настолько глупы, что они не могут каких-то банальных вещей понять. И все это преподносится, что это и есть норма. Ну, как в таких случаях для человека донести обратное? Ну, это чтобы у него была мотивация, было желание. Потому что если человек, например, там, жена привела мужа к психологу, и говорит, слушай, ну вот там послушай, да, и давай как бы... Сделайте с ним что-нибудь. А иногда просто между строк, скажите, что он дурак, например, скажите, что он неправ. То есть они напрямую это не говорят, но как бы желательно, чтобы на итоге консультации психолог как бы ему мягко намекнул, что вот ты как бы по жизни неправ. Да, и потом я могла вот это ай-яй-яй использовать. Что-то встроенная ситуация, Андрей? Да, что-то не мое, ай-яй-яй, а ты мне говоришь, что это заблуждение, ты наговариваешь, ты там себе напридумала. А у меня есть авторитетное мнение. Это вот известный психолог, и он вот как бы тебе скажет. И вот это вот ай-яй-яй, и теперь буду говорить не только от своего лица, но от лица психолога, который тебе тоже сказал ай-яй-яй. Андрей, а что выясняется вот в ходе таких консультаций? Что говорят мужчины? Ну, то, что они живут в разных реальностях, и они синхронизироваться в реальностях, то есть как бы стыковка до отсеков, она не происходит. То есть как космический корабль требуется время, и он так вот так вот вниз, вверх, вниз, вверх по орбите, а стыковки не происходит. То есть не происходит четкого понимания, да, что, например, у мужа совершенно другая там позиция по поводу там взглядов на жизнь, жена не хочет это видеть, у нее есть как бы другая позиция, какая-то, ну там, в другое направление, и у них все как бы, у них нет этой точки сопряжения, они не разговаривают, например, у них нет на это времени, откуда у нас на это время? Это безнадежно? Если у них есть общие мечты и цели хорошие, да, у них есть как бы к чему стремиться, ради чего, вот выходить из этого состояния, из такого как бы, ну, агрессивного взаимодействия, тогда вероятности больше. Если у них и этого нету, то есть у него там свои мечты, свое будущее, своя картинка реальности, у нее своя картинка реальности, то есть они, по сути, живут в разных реальностях, просто они в голове держат идеальный образ, каким бы я хотела бы видеть своего мужа, или у него, соответственно, свое понимание. Ну, вот в идеале она побольше бы молчала бы, там, поменьше бы мне мозг спилила, а так, в целом, ну, по другим параметрам она мне подходит. Ну и все. Разговор про общие мечты и цели, он такой может быть сложный. Можно же подойти к человеку и задать ему эти вопросы, а он может не ответить на них. Ну, это умение разговаривать. То есть следующий момент, который должен выстраиваться, если люди хотят сохранить семью, если люди хотят уменьшить количество агрессии, скандалов. Некоторых, в принципе, это устраивает. То есть они живут, да, и как-то вот им интересно, к чему все это придет, до какого-то предела. То есть есть же такие семьи, есть такие семьи. Ну, я правильно понимаю, что вы сейчас, Андрей, говорите о том, что есть люди, которым скандалить нравится. Это их способ жизни. Да, да, да. Это хорошо. Зачем они это делают? Они считают, что это добавляет им огня в жизни. Да. Когда люди осознанно разговаривают, не разговаривают в своей вселенной, куда-то там, в свой мир, а разговаривают, смотря другому человеку в глаза, понимая, слышая его, пытаясь понять. Какой можно первый задать вопрос, чтобы вывести человек вот на тот самый качественный разговор? Зачем ты делаешь мне больно? Давай прекратим это. Мне реально больно и неприятно. Потому что когда человеку напрямую, так говорят, не в порыве истерики, потому что когда эмоции, у человека сразу же закрывается, как бы, да, там, психика, защитный механизм включается, ну, грубо говоря, первобытный инстинкт такой. Либо на меня нападают, либо я убегаю куда-то, либо я начинаю сражаться. Ну, в случае обычно каких-то семейных конфликтов, ну, обычно, как бы, женщина закрывается. Ну, иногда включается ответ на агрессию, и, как бы, все это переходит на уровни уже, к сожалению, даже на физических конфликтов, да. Вот. И в таких ситуациях важно человеку объяснить, чтобы у него не было иллюзии, что ты не просто сейчас, как бы, да, там, кричишь, что там, там, в своей игре, в своей какой-то авантюре хочешь, там, как бы, изменить мою реальность, как бы, пробить, как бы, брешь в моей, там, вселенной и сказать, там, выйди, вот же, какая реальность должна быть, посмотри, вот так все правильно должно быть. А просто сказать, мне сейчас больно, мне сейчас очень плохо. Ты меня сейчас наносишь, мне ущерб, вред. Можно ли еще какие-то примеры конструктивных вопросов, которые можно задать другому человеку? По мне, ну, надо говорить начать вообще. Говорить. Ну, говорить же тоже можно по-разному. Нет, говорить о том, что ты реально чувствуешь, да, что говорить о том, что, ну, вот, мне плохо, да, только ты делаешь. Я слышала о том, что мужчинам это сложно. Вот, Григорий, вам сложно сказать Ане о том, что вам плохо или вас кто-то не устраивает. Я думаю, это не гендерная история. Женщинам тоже не так просто сказать, что они на самом деле чувствуют, да, и что они на самом деле хотят. Есть распространенное убеждение, что мужчинам очень сложно транслировать свои чувства. Не знаю, как мужчинам, да. Ну, нужно говорить про себя. Я могу говорить про себя, да. В общем-то, вот. Ну, иногда сложно сказать, да, иногда нужно прямо перешагнуть себя, сказать, что вот, ну, тут вопрос именно, как ты реагируешь. Ты реагируешь как, ну, рефлекторно, да, как ты научился, да, или ты реагируешь вот из каких-то новых, как взрослый человек, да, и сказать, что вот то, что ты сделал, мне, меня обидело, да, вот, первый вопрос. Вы, А, не можете так сказать, Аня меня обижает, когда ты так делаешь? Да. Аня, да, он может так сказать? Я регулярно говорю, да, есть некоторые вещи, которые она делает, да, мне неприятно, в общем-то, я об этом и говорю. Мне не нравится, так я сейчас не нравится. Вот, только она смотрит что-то там, ну, что мне не нравится, да, и мы не можем, ну, скажем так, я не могу уйти в другую комнату, да, не могу там отвернуться, или как-то там, надеть наушники, да, и говорю, ну, пожалуйста, не смотри это, мне не нравится вот эта вот вещь. То есть разговаривай. Если оно не интересно. Ну, вот смотрите, тогда вступает как раз вот эта мотивация, а мне человек-то безразличен или не безразличен, да? То есть семья – это система, но это не два индивидца. То есть целое – это не один плюс один, это другое. То есть в семейной системе ровно то же самое. То есть есть чувства друг к другу, есть желание позаботиться. Тут важен баланс. Получается, что, наверное, индикатором, хочет ли человек продолжать отношения и улучшить отношения в семье, является вот реакция на этот вопрос. Зачем ты делаешь мне больно? Потому что любящий человек, наверное, не может это оставить без внимания, без ответа. И тут уже возникает такая вещь, да, вот я условно, да, разберем эту ситуацию, да, Аня что-то смотрит, я говорю, что вот, пожалуйста, не смотри это, мне сейчас это неприятно, и я не могу там абстрагироваться от этого. И дальше вступает мой приоритет. И ей что важно? Соответственно, у нее возникает вопрос в голове, да, что ей важно – смотреть или чтобы мне было хорошо? Первый вопрос, вот это, кстати, то, что надо с чего начинать даже в конфликте. Зачем я это делаю сейчас? Прямолинейным настаиванием на своем конфликт точно не решается, да? Зачем мне это надо? Зачем я хочу смотреть конкретно, да, зачем я хочу смотреть эту программу? Мне скучно, если я себе ответила на этот вопрос, мне скучно, окей, как я могу это скучно удовлетворить другим образом? Потому что мне не безразличен человек, который рядом сидит. Ну, если для нее будут какие-то другие приоритеты, да, ну, зачем тогда действительно отношения? Мы сейчас заговорили про изменения, но очень часто один человек хочет каким-то образом изменить другого. Другого. Так, чтобы он стал ему удобным. Но это же тоже неправильно. Здесь, наверное, может речь идти только о взаимной какой-то договоренности и взаимных изменениях. Здесь очень важно синхронизироваться в плане своего развития, то есть понимать, а куда мы идем, теперь же у нас курсы, или мы немножко меняем наш курс в связи с какими-то обстоятельствами. Появились новые интересы, опять же, семья проходит в разной стадии. Может быть, опять же, в какой-то момент там кого-то повысили, что-то изменилось, там социальный статус, там затяжной декрет, еще что-то. И происходит снова дележка власти, что изначально мы вот играли в таких условиях, при таких вот статусах, теперь поменялось, теперь давай-ка переиграем это, например, и будем уже немножко по-другому взаимодействовать. Опять же, нет определенной нормы. Возвращаясь к вопросу эмпатии, возвращаясь к вопросу мужской эмоциональности, для меня очень важно, что я свои переживания могу проговорить с Настей. Для меня это настолько терапевтично, для меня это настолько дорого и ценно в отношениях, что я прямо очень счастлив, что я могу, ну, по сути, в каких-то тяжелых ситуациях расплакаться. Я не стесняюсь этого. Вот, как раз хотела об этом спросить. То есть, не боитесь показаться слабыми перед своим партнером? Ну, это же объемная история. То есть, человек же, он не плоский, да, у него где-то есть сильные стороны, где-то слабые стороны. И когда в браке, да, ну... Ты не можешь быть железным человеком, 24 на 7, 365 дней в году. Всегда, да, ты просто, ты либо полностью, то есть, нельзя доверять, как бы, человеку наполовину, даже на 99% нельзя доверять человеку, да, ты либо доверяешь, это бинарная абсолютная история, либо доверяешь и доверяешься сам, либо, вот, ну, нет. И тут, ну, какими мы только друг друга за 19 лет не видели, в каких только состояниях, в общем-то, и в болезни, и в здравии, и поэтому, ну, это естественно, в общем-то, что ты, ну, мне не страшно, скажем так, показаться слабым перед своей женой. Я догадываюсь, что сегодня вы нам не все свои секреты рассказали, наверное, это и невозможно, но самое главное, мы поняли, что можно ссориться так, чтобы не ставить свои отношения под угрозу. Наверное, на этом сегодня можно поставить точку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok